Я проживаю недалеко от Рыбного, у нас тут есть скотобойня. Я был свидетелем неоднократным, соседи мои видели, что непонятные какие-то сливы отбросов с этой скотобойнией идут. И по нашему мнению местных жителей, это что-то нехорошее, видать какие-то отбросы, может несанкционированные сбросы. Естественно, мы этого не знаем. Туманным утром 9 ноября съемочная группа телекомпании «Город» совершила выезд с проверкой на предприятие, которое, по мнению жителей Рязанской области, нарушило экологический порядок в регионе. Рога и копыта, а также куча различного мусора – все это находится на территории, прилегающей к одному из предприятий нашего региона. В первую очередь была обнаружена свалка отходов. Ее эпицентр находится прямо около одного из входов, который ведет на территорию мясокомбината. Дальше мусор распространяется во все стороны от предприятия. Он лежит на земле, а также в овраге, который находится за скотобойней. Кроме того, по мнению рязанца, обратившегося в нашу телекомпанию, именно здесь происходит сброс вод неопределенного содержания в пересохший водоем. Во время этих съемок для разговора со съемочной группой с территории предприятия вышел охранник. Нет, 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 это не сливают уже даже божьи воды. А где сливали? Вот здесь вот, да? Ну, тут где? Я не знаю, где тут сливали. А вы определились, где сливали? Вот здесь, по-моему. Вроде трава растет, ничего не сливали здесь. Вон там я лужу нашла. Не знаю, где клинки, я даже не знаю. Разговор с представителем охраны проходил на куче мусора. Охранник подтвердил, что сброс вод без использования очистных сооружений из предприятия происходил. Да здесь вот где-то около забора, если там слив. А тут я знаю, что он не работает уже, я не знаю, второй год. Нам удалось найти то место, откуда действительно недавно вытекала жидкость неизвестного содержания. Конова очевидна, она довольно глубокая, идет от стен предприятия к засохшей реке. И именно напротив этого места, в некогда живом водоеме, теперь можно наблюдать воду. С правой и с левой стороны от этого места на засохшей реке виднеется только трава. В разговоре с охранником нам удалось выяснить, что еще полгода назад предприятие функционировало. Однако здесь мало что говорит о передовых технологиях. Мясо словно производили в спартанских условиях. Одно из сооружений, напоминающее стойло для скота, имеет дырку в стене, прикрытую профлистом снаружи предприятия. Подняв эту несложную конструкцию, можно заметить, что через спрятанное отверстие также вытекала какая-то жидкость. Подобные ручьи окружают мясокомбинат с задней стороны предприятия в нескольких местах. В сочетании с полусожженным мусором, который находится здесь же, можно понять, что год экологии отразился лишь единственным образом на этой скотобойне. Дело в том, что предприятие временно не работает. Вот начнем работать, уберем все. Ну, конечно, это все. Не очень, конечно. Конечно, все уберется. Несмотря на то, что сейчас предприятие не работает, за экологический коллапс, скорее всего, придется отвечать виновным в организации свалки источных канав. Исправится ли ситуация в будущем и о том, какой ущерб уже нанесен окружающей среде, об этом мы скоро узнаем. Редакция телекомпании «Город» отправила обращение с просьбой разобраться в проблеме в управлении Россельхознадзора, а также в Министерство природопользования Рязанской области. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».